В столице Заполярье накануне вновь вспомнили о необходимости сохранения популяции атлантических моржей. Мастер-классы, спортивные игры, викторины и розыгрыши, объединенные на одной площадке, посетили сотни горожан. День моржа стал уже шестым по счету. Далее все подробности. В фойе Дворца культуры Арктика развернулась настоящая анимационная студия. Пластилиновые мультики про моржей ребятам помогает делать Кирилл Кузнецов. Мальчик занимается мультипликацией уже полтора года и по воскресеньям проводит мастер-классы. Я наснимала здесь пару этюдов и ребятам тоже помог. Некоторые даже приходили, лепили своих же человечков и их воплощали в реальность. Здесь вообще очень много мастер-классов и других интересных площадок. Контактный зоопарк, аквагрим или вот, например, изготовление своими руками магнитов в виде главного виновника торжества. Магнит на холодильник вот такой вот. Вот у него сзади клеится магнитик. И вместо клыков мы использовали чуть-чуть немножко мех оленя. Но детям очень нравится. Делается легко и быстро. А для тех, кто творчеству предпочитает физкультуру и занятия на свежем воздухе, на главной площади окружной столицы развернули целый спортивный городок. Прыжки через нарты, бег и перетягивание палки. Одними из соорганизаторов выступили Ненецкая ассоциация скаутов. Для ребят это очень важный и интересный опыт. День моржа в Ненецком округе проходит уже в шестой раз. Он организован по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Праздник призван привлечь внимание к проблеме исчезновения этих морских млекопитающих. Две задачи стоят. Первая – это, конечно, мы бы хотели просто, что у нас сейчас не за горами полярная ночь. Мы хотим просто подарить людям некую там 2-3 часа радости, чтобы они просто пришли со своими детьми бесплатно провели веселый, круто, задорный день. А второе – это, конечно, охрана природы, это привлечение внимания к моржам. Праздник, учреждённый ещё в 2008 году, весьма актуален для заполярного субъекта, ведь в нашем регионе обитает Атлантический морж. Основные лежбища клыкастых здоровяков находятся на песчаных и каменистых пляжах островов Колгуев, Гуляевские кошки, Галец, Матвеев, Долгий и Войгач. Арктические млекопитающие занесены в Красную книгу Ненецкого округа и Красную книгу России. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.